Всем привет, дорогие друзья! Предлагаю вам сегодня приготовить морковный торт. На нашем канале уже есть один рецепт морковного торта. По мнению многих, это самый что ни на есть осенний торт и по содержанию, и по цвету. Он действительно очень вкусный, не нужно пугаться такого ингредиента, как морковь. Торт не похож на овощной салат. Морковь дает коржам определенную сочность, сладость, ну и цвет. Я даже знаю семью, у которых традиция уже на каждый праздник делать морковный торт. Для коржей нужна будет морковь. Выбираем яркие, сочные корнеплоды. Просеянная мука, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Грецкий орех. Можно заменить на любой другой, ваш любимый орех. Ядра я измельчила немного в блендере, так чтобы остались кусочки. Яйца. Из специй мускатный орех и корица. Можно добавить еще по желанию имбирь. Соль, сода, сахарный песок, растительное масло без запаха. И кефир комнатной температуры. Венчиком соединяем муку, крахмал, разрыхлитель и специи. Кефир соединяем с содой. И сюда же отправляем растительное масло. Яйца, соль и сахар взбиваем на самой большой скорости миксера в течение 5 минут. После чего в 2-3 этапа по очередности добавляем кефир и сухие ингредиенты. Перемешиваем все на маленькой скорости. Далее насадку у миксера меняю на лопатку. Можно, кстати, это сделать и обычной силиконовой лопаткой. Если для приготовления бисквита, вы используете обычный ручной миксер. И перемешиваем. Кстати, я не сказала, морковь я натирала на мелкой терке. Для выпечки коржей я буду использовать металлические 18-сантиметровые кольца. Дно я сделала из пергамента и фольги. Тесто делим на 2 равные порции. Можно это сделать с помощью весов, либо, если доверяете своему глазомеру, просто ложкой. Обязательно используем 2 формы, так как бисквит довольно-таки тяжелый. В одной он просто не пропечется. И прикрываем каждую форму фольгой. Противень отправляю в духовой шкаф. Я его заранее разогрела до 175 градусов. Выпекаем коржи до сухой зубочистки. Несмотря на то, что в бисквит входит много разных ингредиентов, по итогу он получается абсолютно незабитым. Часть муки мы как раз-таки заменили на крахмал для того, чтобы облегчить его. Ну а за пористость в данной рецептуре у нас отвечает как раз-таки соединение кефира и соды. У меня 30 минут бисквит выпекался под фольгой, а затем 15 минут без. Даем бисквиту остыть немного в форме. Затем извлекаем и оставляем на решетке до полного остывания. После чего заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник как минимум на 2 часика. А лучше всего на ночь. Когда бисквит отдохнул в холодильнике, мы можем каждый корж разделить напополам. У нас получается в итоге 4 коржа. Ну и приступить к приготовлению крема. Для крема нужен будет сливочный сыр, сахарная пудра и сливки с жирностью не менее чем 30%. По желанию можно приготовить крем чисто на масле, но для меня вот этот вариант крема, он такой более легкий. Смешиваем все в одной чаше. И сливки, и сыр должны быть одной температуры, должны быть холодными. Сахарную пудру тоже сюда же. И взбиваем на самой большой скорости в течение 2 минут. Вот такой крем получается. Можно собирать торт. Сборка классическая. Корж-крем, корж-крем. Торт можно собирать и в кольце с ацетатной пленкой, можно и без. Я же свой собранный торт перетягиваю пищевой пленкой и отправляю в холодильник как минимум на 6-8 часов. После сборки торта отправляем в холодильник на 6-8 часов пропитаться и затем оформляем по своему желанию. Можете оставить торт голым или же выровнять кремом. Я буду использовать творожный крем с предыдущего видео. Если что, ссылочка будет в описании на него. Выравниваю торт по стандартной схеме. Сначала черновой слой, а потом два других. Также в оформлении буду использовать посыпки Микси. Использование посыпок это вообще самый простой вариант оформления тортика. Друзья, небольшое отступление. Хотела бы с вами поделиться замечательной новостью. В магазине Тортомастер, который, я думаю, знают все тортоделы, теперь действует наш промокод. Промокод простой, тортодел, и он дает вам 5% скидку. У магазина богатый ассортимент, и там вы можете приобрести все, что касается вашего любимого дела. Ссылочку на него вы сможете найти в инфобоксе. Обязательно используйте наш промокод, мне будет очень приятно. Ну и, конечно же, в конце ролика разрез. Посмотрите, какой уютный и очень вкусный торт получился. Пробуйте, не бойтесь экспериментировать. Увидимся с вами совсем скоро в следующем ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok